Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот выглядит квартира и надеюсь, что у меня получится за эту неделю найти что-то другое, потому что меня просто выселят в следующую субботу и я останусь на улице. Простите за мое прыщавое лицо. Все уже шумаемо-тумаемо, к сожалению, поездки и диеты отображаются на моем лице не совсем красивым образом, которым бы мне хотелось, чтобы оно отображалось. Сам перелет был довольно-таки неплохим, но должна отметить, что я очень удивлена, что норвежские авиалинии не кормят. Так что в следующий раз, если вы будете случайным образом лететь по норвежским авиалиниям, проследите за тем, чтобы у вас было включено питание, потому что у меня не было. Я потратила около 20 баксов на то, что заказывала какие-то сэндвичи, снеки и водичку. Да, они даже водичку не давали. Но в остальном все очень классно. Первый перелет, который у меня был нашими авиалиниями из Киева в Стокгольм, я чудным образом сама себе взяла место, которое было одно и рядом никого не было. И я смогла развалиться на эти два часа и спать как красавчик убитый. Вот. А второй уже раз, когда летала, то я сидела с двумя испанками. В принципе, все нормально прошло, я почти всю дорогу продрыгла, как обычно. Сейчас не понимаю, что я хочу, потому что в Украине ночь, тут уже как бы тоже стемнело. Я особо никуда не пойду, потому что уже темно и страшно, и уже, скорее всего, ничего особо нигде не работает. Вот. Ну, как бы и спать, я не уверена, что хочу. В общем, я не знаю. У меня сейчас первое дело, это пробовать активировать карточку Симку с предыдущего года, а уже дальше как оно все пойдет. Вот. А по сути, мне даже завтракать нечем. Так что сниму вам завтра, покажу вам, что как вокруг, приэтервайн и все такое. Эгей! Доброе утро! Я пока еще не понимаю, что за погода на улице, потому что дома было тупо очень холодно, а сейчас вроде нормально. Смотрите, ага, за мной уже приехало такси. Ладно, потом. В общем, не успела договорить, но сегодня у меня в планах купить байк, купить Симку, купить еду и выжить. Доехать домой обратно, потому что я приехала сюда на такси, а обратно мне нужно будет доехать на велике уже. Ух! В магазине я скупилась. Я вам покажу, что накупила. Очень много всякого нужного, хотя бы на первое время. Сейчас сижу в рейснике. Вот парт с моей пастой. К нам доходят. Сзади меня пальмы. Чувствую себя немножко потерянной, потому что постоянно не знаю, куда мне идти. У всех все переспрашивают. Не знаю даже, как монеты, какие я называю. Ничего. Я уже просто забыла об этом. В общем, такое. Ничего. Сейчас у меня в планах доесть. С супертяжелым рюкзаком доехать домой. По карте телефонной не потеряться. Кинуть продукты туда и поехать смотреть универ. Так что... Держимся! Это было очень тяжело. Во-первых, я разучилась кататься на велике за два года. Ну, не то, чтобы разучилась. Как бы на велике невозможно разучиться кататься. Для меня было сложно. Во-вторых, на таком велике я еще никогда не каталась, потому что у него нет передач, нет тормозов. И... Ох, God damn! Я себя чувствую теперь еще более потерянной, потому что на дорогах я просто ориентировалась супер паршиво. Это было ужасно. То есть я ехала и по дороге, и по тротуару, и так, и сяк. И вообще, и один раз на красный поехала. Господи. Короче, мне нужен, походу, шлем. Третьих, 15 минут по Google Maps американским. Это, походу, не 15 минут. Это, походу, 15 минут просто в бешеном темпе. Ехать было реально очень далеко. Ну, как, не очень, но далеко. Плюс очень жарко. Я сомневалась в том, что сегодня будет жарко. Собственно, было очень жарко. И я безумно устала. Я супер красная. Мне нужно разложить продукты и показать их вам. А у меня тупо нет сил. Уже прошло минут 20. Я до сих пор не могу подняться, потому что я просто безумно устала. У меня такого давно не было. Теперь буду точно знать, что минимальное кардио на ближайшее время мне обеспечено, потому что это капец. Я настолько... Как это сказать? Вышлилась. Короче, настолько в педали нажала, что у меня до сих пор сердце бьется настолько сильно, что меня аж тошнит. Пока я еще валяюсь и не могу добраться до продуктов, расскажу вам немножко про город и про все остальное. В Википедии было написано, что здесь очень много азиатов. И на удивление, я до сих пор не понимаю, почему, но так оно и есть. Тут реально очень много азиатов. И очень мало афроамериканцев. Очень мало. Интересно, на самом деле, почему так. Но, во-вторых, город просто супер пустой. Вообще нет машин, нет людей, нет велосипедов, никого нет. Можно тупо ехать, и за пять минут ни одна машина не приедет, прикиньте. Так странно. Не знаю, тут всегда такое или нет, но, в принципе, это классно, что он такой тихий. Но, с другой стороны, кажется иногда, что если ты будешь кричать ночью, то тебя никто не услышит. В-третьих, сейчас вот даже еще не 1 октября, а в магазинах уже просто полным ходом готовятся к Хэллоуину. Есть отдельные здоровезные магазины, которые под Хэллоуин. Например, в Таргете, это, например, как, не знаю, наш Ашан, там просто куча всего с Хэллоуином. Все бренды, включая ММДМ, Сризис, там, не знаю, чипсы какие-то, все делают упаковки под Хэллоуин. Очень много всяких ведерочек для того, чтобы собирать конфетки, открыточек, стикеров, куча костюмов хэллоуинских, просто на любой вкус и цвет. Парики даже продаются просто в обычном маркете. В общем, у них это как, не знаю, как у нас, наверное, Новый год, примерно то же самое. Такое действие, к которому готовятся все за месяц, уже очень много людей скупаются там, даже я вот сегодня утром это видела. В общем, это очень интересно, я не знаю, как придет у меня Хэллоуин, но... А так, что сказать, очень заскучала я за таким большим выбором продукции, потому что есть просто все, и оно все в таких объемах и в таких размерах, что ты думаешь, боже, хочется все попробовать. Но, к сожалению, мне надо было допереть все это на велике, поэтому брала все только то, что поместится мне в рюкзак. Ну ладно, что вы готовы, чтобы я вам показала наконец-то все? Вот это все чудным образом поместилось мне в рюкзак. А теперь рассказываю подробнее. Во-первых, помада. Это было реально первое, что я взяла после велика и сим-карты. Я супер обожаю вот эти помады от Maybelline Superstay Matte Ink. Просто это лучшее, что могло придумать это человечество для губ. Серьезно. И в Украине вот такого цвета, к примеру, нет. А там их просто куча. Дальше купила себе желешки кисленькие. Я их очень сильно люблю. Тут есть такая фирма, которая делает очень вкусными. Поэтому вот. Также купила жвачки, которые меня очень сильно спасли в этом супермаршюте велосипедном. И они просто нереально вкусные. Господи, я такого еще не ела в своей жизни никогда. Купила себе тетрадь специально для универа. Надеюсь, что она подойдет. Тут вот есть Class Schedule. Можно записать свое расписание. И почему-то вот такие вот странные поля. Дальше я увидела желешки со вкусом шампанского. И поняла, что, господи, как можно мимо этого пройти. Из нормальной еды купила себе салями. Купила себе помидорки. Купила себе фету. Фета, кстати, почему-то у них только сразу же подрибленная, я кто кажусь. А вот такой, как у нас, нет. Но посмотрим, интересно, на вкус она такая же или нет. Вот это добро. По доллару ложки и вилки. Для того, чтобы у меня уже было что-то свое. Также купила себе нормальный нож кухонный, который вот так вот закрывается, чтобы можно было его перевозить с собой на следующую квартиру. Есть смузи. Честно говоря, обожаю такие штуки. У нас очень мало фирм делают такие. И тут они были три по скидке. Поэтому я решила попробовать. На самом деле, очень вкусно. Вот уже след оставила. Молодец, Влада, молодец. Потом купила себе еще вот такой готовый салат. Для того, чтобы его быстренько сделать. С курочкой и все такое. Возможно, завтра его съем. И пластиковую тарелку. Для того, чтобы у меня была тарелка. Кстати, не знаю почему. Супер обожаю пластиковую посуду. Так что нашла прям идеально черную для себя. Взяла еще три йогурта. Один с персиком. Очень красивый. Красиво очень выглядит. И два просто безумные какие-то вкусы. Один с морс. Не знаю, может кто-то помнит. Я рассказывала, что это такое в каком-то своих супер предыдущих видео. Прошлое, позу прошлого года. А один со вкусом орео. Купила себе зубную щетку. Купила ризес. Это супер известные печенюшки с шоколадом и арахисовой пастой. На самом деле, я их не любила раньше. Но, думаю, надо еще раз попробовать. Потому что мне кажется, что мне зайдет. Купила маленькие доритос. Потому что я их просто обожаю. Это самые прекрасные в мире чипсы. Вот эти вот начо-чиз. Это просто лучшее, что может быть. Поэтому не взять их я просто не могла. Взяла себе также вот такой вот стакан с трубочкой. Для того, чтобы мне было удобно. Я очень люблю стаканы с трубочкой, чтобы не проливалась вода. У меня есть уже галлон воды. Как раз для того, чтобы перелить сюда. И мне было бы удобно это все купить. Также взяла конденсированный суп. Очень люблю Кэмпбеллс конденсированные супы. Не знаю, насколько они вредные. Но это очень вкусно. И делать их очень быстро можно. Также Беннаджерри мороженое. Куда же без него. По-моему, такой вкус, кстати, я не пробовала. И я думаю, что прямо сейчас я его как раз и заценю. Это быстрые готовки Mac and Cheese. Которые нужно просто засыпать в тарелочку и положить в микроволновку. Обожаю Mac and Cheese. Не знаю, насколько будет вкусно вот именно это. В них очень много всего для быстрой готовки. Включая рис, включая курицу, торьяки. Ну, вот просто все что угодно. К сожалению, я не посмотрела, что оно с кофе. Ненавижу кофе. В планах чуть пооткисать. А дальше хочу поехать на велике в свой универ. Для этого нужно немножко отдохнуть. Я думаю, чтобы немножко спала жара. И посмотреть, что как. Потому что моя учеба начинается уже завтра. То есть на второй мой день пребывания здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!